В этой модной коллекции особая изюминка. Наряды украшены элементами, созданными в технике лоскутного шитья, либо полностью состоят из них. Показ проходит в Суздале на фестивале, посвящённом древнему ремеслу. Дизайнеры говорят, что создать изделия из лоскутков сложнее, чем сшить что-то заново. «Потому что работаешь уже с нарисованными принтами, и уже из них создаёшь что-то своё. То есть ты должен учесть задумку авторов, они тоже о чём-то думали, когда красили ткани. Подумать о стиле, подумать о цвете. Здесь в работе колористика, стилистика, композиция. Очень много задействовано разных областей искусства, и получается каждый раз у всех шедевр маленький». На этом показе модели улыбаются и стараются передать зрителям тепло рук, мастерить создавших наряды. «Мы в основном одеты весьма серо в поддневной жизни. А когда одеваешь такую одежду, появляется радость, появляется другое чувство удовлетворения. И тогда ты совершенно по-другому настроен и совершенно по-другому относишься к жизни». Ещё одно заметное событие фестиваля – выставка лоскутных панно. Их дизайн посвящён Суздалю. В этом году город отмечает своё тысячелетие. «Вот моя работа. Моя работа называется «Мой дом, моя крепость». Это традиционный блок, американский, канадский, очень традиционный для Запада. Блок называется «Колодец». Мастерица из Перми привезла на фестиваль игрушки, в том числе и кукол, каких шили в старину. «В данном случае вот эта кукла на выхвалку. Её девчонки садили на руку и ходили на вечерки, хвастались своим рукоделием. Парни присматривали, какая девочка мастерица, и к той сватались. То есть вот такая традиционная кукла». Есть изделия и более современные. Например, вот такой чехол из лоскутков сделали для автомобиля. «Идея чехла, она, видимо, не конечная, потому что теперь уже там даже были вопросы, можно ли на самолёт, ну, на маленький». Фестиваль «Душа России» проходит в Суздале в десятый раз. В этом году участники приехали из разных уголков страны, включая Якутск, Южно-Сахалинск, Пермь, Тверь и другие города. «И вот этой ластовицы нет, они всё-таки…»